Здравствуйте! Вы смотрите ЮНьюс Новости на городском телеканале ЮТВ. И для начала краткий обзор прессы. В Башкирии продолжается начавшийся в последние месяцы 2014 года рост цен на продукты. В январе заметно выросла стоимость хлеба, яиц, сахара и подсолнечного масла. Стоимость яиц в большей степени росла в предновогодний период и в первые недели 2015 года. Данное повышение характеризуется как сезонное и вызвано снижением производственных показателей на птицефабриках в осенне-зимний период. Повлияло на рост и удорожание кормов на 45%, доля которых в себестоимости яиц значительная. По информации производителей хлеба, основной причиной роста цен является повышение стоимости сырья. Муки, дрожжей, растительного масла, а также упаковочных материалов, транспортных и коммунальных затрат. Основное сырье, мука пшеничная высшего и первого сорта, для хлеба пекарной отрасли завозится в республику из других регионов России. В свою очередь, одним из факторов подорожания муки является рост цен на продовольственное зерно до 60%. Это связано с ослаблением курса рубля и повышением спроса на данный продукт. Цена сахара подросла с ноября 2014 года. Причинами роста стало снижение валового сбора сахарной свеклы в 2014 году на 13,6% и объемов производства сахара. По данным, на конец декабря цена продукта выросла на 17,1% по отношению к началу ноября. В январе подорожание продолжилось, но меньшими темпами на 1,3%, сообщает ваш информ. Внутренний туризм в России вырос по итогам прошлого года на 30-40%, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление главы Ростуризма Олега Сафонова. Также напомнил о значительном снижении выездного туризма. Турция, Египет, Греция по этим направлениям сокращения нет, даже небольшой рост, но значительно сократился выезд в Европу. Сократился также выезд в некоторые популярные ранние страны. Причина понятна. Эти страны для наших граждан стали более дорогими, пояснил Сафонов. Он констатировал, что в конце 2014 года увеличилось количество туристов, приезжающих в Россию из других стран. Китайские туристы, туристы из Финляндии и других сопредельных государств в конце года стали очень активно к нам приезжать. Рубль упал по отношению к доллару и евро, и путешествия в нашу страну для иностранных туристов стали дешевле, отметил Сафонов. Сообщает сайт uf1.ru Власти Уфы против самовольных ограждений для машин во дворах. Зачастую во дворах Уфы можно увидеть самодельное парковочное место, огражденное столбиками и цепью. На такие ухищрения идут многие из водителей, оправдываясь отсутствием настоящих парковок. По словам городских властей, вопросы самовольных ограждений нужно решать в правовом поле, особенно если они установлены на газонах, а также детских и бельевых площадках. С этой проблемой жители должны обратиться в управляющую компанию и полицию. УЖХ подчеркивают, что каждый горожанин еще до покупки машины обязан позаботиться о месте парковки. И предлагают обратиться к опыту Китая и Японии, где человек не может зарегистрировать машину, если он предварительно не выкупил место на стоянке. Сообщает спутник ФМ. В Кировском районе Уфы сносу и реконструкции подлежат 17 домов. Администрация Уфы разместила документ о застройке одного из кварталов Кировского района. Восстановление о развитии территории подписал первый заместитель главы администрации Салават Хусаинов. Застройке подлежит квартал, ограниченный улицами Гафури, Бестоевского, Зимцова и Красина. Здесь планируют снести аварийные и несоответствующие градостроительному регламенту дома. На их месте возведут многоэтажки и офисы. В документе перечислили адреса домов, которые должны снести или капитально перестроить. Это здания с 79 по 85 дробь 2 по улице Зимцова, 94, 96 дробь 1, а также с 100 по 106 по Гафури. А также дома под номерами 20, 22 и 22А по Достоевского. Помимо того, будут демонтированы хозпостройки и металлические гаражи, сообщает Уфатаем. А у меня на этом все. Теперь переходим к другим новостям региона.